Ну, мы друг с другом все заочно знакомы, но давайте начнём всё-таки с представления. Я Михаил Александрович, почти 5 лет преподаю химию как репетитор. Пожалуйста, представьтесь Вы. В сезону Татьяна Анатольевна тоже с 2011 года на 10 и 3 работаю, репетитором, но только химию. Артритская Вера Васильевна, с 2010 года работаю. Химия, биология, биологию пока не беру. Екатерина Ивановна? Я сама вспоминаю, когда давно уже, Бог узнать, с какого года. Может быть с 10, может с 11. Я не задумывалась. Но давно в 10 и 3. Ну, а вообще в репетиторстве 51 год. Ну, тем более, будет интересно послушать Ваше мнение. Ну, что ж, сегодня у нас проблематика – это вопрос химотехнологии, окрано-окружающей среды, правила техники безопасности и органическая химия. Ну, что ж. Химическая технология. Ну, по моим наблюдениям, в ЕГЭ встречаются следующие вопросы. Производство усердной кислоты. Производство аммиака. Производство азотной кислоты. Перегонка нефти. Пожалуйста, Вы можете дополнить список вот этих вопросов, которые Вам попадались в реальных вариантах ЕГЭ или хотя бы демонстрационных? Метиловый спирт. Производство метилового спирта. Да, получение часто встречается. Воспроизводство и части. Мне кажется, вот еще и все равно вопросы уравнения встречаются по производству там, да? Чего на стали, то есть восстановление железа. То есть, черная металлургия. Да, все-таки есть то там, то там мелькают какие-то алюминий. Производство алюминия. Производство алюминия. Да, да. Да. Ну вот, мне бы казалось… А, вот еще, что самому вспомнилось. Это получение фосфора. Да, тоже встречается. По крайней мере, уравнение реакции, сплавление фосфоритов с песком и коксом, оно встречается регулярно. Да, оно довольно часто, да, подается. Ну вот, мне кажется, достаточно странно, что здесь нет вопросов про получение удобрений. Хотя, вроде бы, отрасль химической промышленности очень серьезная, очень важная. А, вообще-то, про удобрения вопросы я видел. Простой суперфосфат, двойной суперфосфат. Производство удобрений. Так, силикатная промышленность ни разу не встречалась, но это странно. Вообще, химия кремния как-то ЕГЭ обычно обходится странной. По органической химии может быть... А, конечно же, полимеры. Да, я только что хотела сказать, что да, полимеры-то тоже там есть. Полимеры. Лукные, каучуки. Ну вот, смотрите. Как показывает практика, на эти вопросы ученики отвечают плохо. Буквально вчера читал анализ ЕГЭ этого года. По данной тематике, насколько я помню, только 52% правильных ответов. Второй вопрос, второй момент, это то, что в учебниках современных, к моему глубочайшему удивлению, эти темы практически не разбираются. Не раз, по крайней мере, было такое, что я говорю, вот, про серную кислоту, про химические свойства мы с тобой поговорили, ты в учебнике посмотри про производство. И ученик говорит, а в учебниках нет такого. Посмотрел сам, действительно, в Рудзитсе Фельдмане нету. Даже в Кузнецовой нету, как ни странно. Только серная кислота в Рудзитсе в 11 классе. Угу. Понятно. Почему удивило? Потому что, когда я еще учился, это все было. Все вот эти, ну, большая часть этих тем в учебниках рассматривалась. Причем с разбором, скажем так, химических реакций, трудностей, которые с ними сопряжены, химико-технологических процессов и аппаратным исполнением этих процессов. Ну, действительно, так и было. Ну, вот. То есть, как-то в наших учебниках химическая технология обходится стороной. С одной стороны, тема нужная, тема важная, но с другой стороны, у нее катастрофически не хватает времени. Как показывает практика, чтобы ученику, допустим, рассказать про производство серной кислоты, это нужно полчаса минимум. При том, что вопрос, фиг знает попадется, фиг знает нет. Самостоятельное изучение, как мне кажется, что-либо давать вообще бесполезно. Была у меня ученица, индивидуальница. Я ей вот эти темы задавал в качестве рефератов. Она сделала красивые презентации. Я эти презентации своим ученикам даю, присылаю. Тем не менее, результат особо не виден. Такое ощущение, что либо не смотрят, либо смотрят, но не понимают. Скорее всего, не смотрят, наверное, так, как надо бы. Вот мне бы хотелось узнать, как вы вот эти темы преподаете. Как у вас построено обучение по данным тематикам? В принципе, я точно так же. Выделяю время, чтобы коротенько основные моменты осветить. Ну, а более подробно, естественно, даю источники, где можно это еще почитать, посмотреть. Но вот так вот подробно, действительно, если, допустим, год занимается ученик, даже если он хорошо очень занимается, и база хорошая была, все равно не хватает на это время, чтобы вот этим вопросом несколько уроков посвятить. Поэтому основное, а уже объясняю, что если не дочитаете, то, в принципе, потеряете баллы вы. Хорошо. Вера Васильевна? Я отправляю презентацию и всю выборку тестов, которые есть, которые я набрала по этой теме. Ну, а затем хотя бы минут 15 затрачиваю где-то урока 2-3 на то, чтобы пробежаться по всем пунктам. Причем стараюсь 2-3 вопроса сначала с конца. И если я вижу, что человек разбирается, тогда оставляем эту тему. Да, кстати, хорошая мысль. Тему давайте на самостоятельное изучение, а вот урок контроль проводить обязательно. Обязательно, причем несколько уроков подряд. Стараюсь так, чтобы разные вопросы задать на каждом уроке. Понятно. Хорошо, Татьяна Анатольевна, как Вы обычно поступаете? Ну, вот я уже сказала в первом случае. Но вот с вероисельной тоже мысль хорошая согласна, особенно там, где ученики толковые, с мотивацией высокой. А если мотивации не хватает, то, в принципе, узнав в контроле по вопросам, что он не читал, вот эти темы. Вот тут опять знак вопроса, опять на этом сидеть или все-таки, как бы, да, сказать, что это твое дело, ты готовишься к занятиям. Ну, вот тут опять всегда знак вопроса, потому что, с одной стороны, мы ответственность несем и тоже, как бы, да, получаем за это зарплату. А с другой стороны, если мотивации не хватает, как правило, очень трудно добиться, если давать на самостоятельное учение. Я вот тут пробовала с одним учеником нынче, и так с трудом все шло. А вот эти вопросы, честно сказать, некоторые так и пропустила, потому что я поняла, что он сам не работает, а на это просто времени не хватает. Ну, вот аналогичная проблема. Как я уяснил, есть единицы учеников, которым можно хоть что-то дать на самостоятельное изучение. Обычно таких учеников в год один, а чаще всего и не одного. Ну, вот, что лично я рассказываю. Обязательно перегонку нефти в теме получения алканов. Перегонка нефти, крекинг нефти. Рассказываю производство метилового спирта в соответствующей теме, ну, в качестве промышленного способа получения. Получение фосфора, ну, а полимеры, получается так, что раскидано. То есть, допустим, полиэсилен, полипропилен в теме алкены, каучуки отдельно в теме алкадиены. Вот, пожалуй, это единственная тема, где успеваешь дать нормальную химтехнологию. Ну, еще фенолформальдегидные смолы. Остальные полимеры, получается, пролетают мимо. Кстати, что касается полимеров. Вот, что попадалось лично мне. Полиэсилен, полипропилен, каучуки, фенолформальдегидные смолы и пластмассы на их основе. И, по-моему, один раз мне попадался нейлон. А вот вам в экзаменах, в тестах, какие еще полимеры попадались? Ну, вообще, по-моему, вот в тренировочных, как бы, тестах, которые, ну, так скажем, все-таки авторы, которые более или менее, там, нас устраивает. Качество этих тестов, вот мне попадались еще отличия волокон синтетических, допустим, там, и натуральных волокон. Вот что-то вот сейчас уже не сформулирую, но как-то был вопрос, что нам, кстати, он попался, и нас это заставило все-таки по волокнам кое-что собрать вместе и познакомиться с этим. На всякий случай. Но по-хорошему, по-хорошему, это нужен целый урок. Ну, вот я так со своими тут в лице и группе детей была, вот мы с ними так и сделали. Я им дала задание, надо это поискать в разных, это дала старый учебник Рудзетис, 11 класс, там, где есть вот таблица, вонокон, там, практическая работа в свое время, да, там описывала таблица. И вот мы восстановили очень куротко, из чего, да, волокна получают какие-то химические реакции в основе, ну, и, соответственно, по крайней мере, это какая-то классификация, обратили на это внимание, на всякий случай. Понятно. Когда они пришли, подготовились, и кто что, и вместе, естественно, на занятия в кучку собрали. Ну, я примерно к этому же прихожу, что химтехнологию нужно просто давать старые учебники, еще с советского выпуска, где все это есть. В современных, к сожалению, не встречается. Хотя у нас позиционируют практический подход, но реально, реально я в школьной химии не вижу такого, чтобы давалась именно практическая применимость. Да, больше теория просто сама по себе. Ну, и немножко не в тему. Опять же, из этого статистического разбора ЕГЭ делается вывод, что вот ученики не владеют, не могут провести взаимосвязь между химическими свойствами различных веществ, поэтому они плохо пишут задания на качественные реакции. Ну, если человек сам эти качественные реакции не делал, то, по-моему, его заставлять это очень бесполезно. Ну, это тоже ведь проблема, правильно? Да, проблема. Мы занимаемся, я выясняю, что практически 90% практическая часть не выполняется. Совершенно верно. И вот тут, кстати, интересный момент. Мы с вами, как репетиторы, можем в лучшем случае показывать ролики. Но, опять же, это время, это когда всё это успеть. Так что тут разве что на самостоятельное изучение это оставлять. Ролики в интернете есть, только их ещё найти надо. Ну, и потом одно дело своими руками делают и в системе, это дети. Да. А другое дело, они у нас ролик посмотрели, конечно, этого недостаточно, и они постоянно сбывают. Как мне в своё время говорили, у нас только две специальности не бывают заочно. Это физкультура и химия. Химия без работы ручками, без экспериментов, она... Это не химия. Ну, это, конечно, отдельная проблема. Что с этим делать, я лично не знаю. То есть, получается, мы приходим к такому выводу. По данным тематикам давать материал на самостоятельное изучение и проводить контрольные уроки. Дальше. Близко к этой теме, это химические источники тока и связана с ней коррозия металлов. Насколько я помню, такие вопросы в тестах встречаются достаточно редко. Ну, а на практике полчаса этим темам отдать надо. Так что, вот вопрос к вам. Вы обычно эти темы разбираете, и если разбираете, то как именно? Наверное, тоже очень кратко. Потому что, вот я, честно сказать, мне за всё время, если встречалась, то очень давно что-то. Коррозия металлов. Где-то в вопросах я вот даже не припомню. Поэтому, но очень кратко для того, чтобы просто иметь представление. Ну, коррозия металлов нам не попадалась только в статградовских тестах. Хотя, опять же, это прямая связь с практикой. И, опять же, эта связь в наших учебниках не выполняется. Пожалуйста, ещё кто как. Раньше, когда, да, часов когда было у нас больше, целый урок посвящали, практическую часть делали, как бы это смотрели, наблюдали. А сейчас-то, когда всё урезали до такой степени, теперь даже вот реально, не только там репетитерство на уроках, тоже практически на это времени-то и нет, и в программе нет. Понятно. А вопросы есть, и тема, скажем так, жизненная. Ну, как вот показывает мой опыт, буквально единицам учеников интересно, куда же это всё можно приложить. Большинство же просто завучивают химию, как какую-то абстрактную, отвлечённую, оторванную от жизни дисциплину, чтобы потом к первому курсу благополучно забыть. Ну, я обычно эти темы разбираю только, если есть время. Нет времени, говорю, что... Хотя, вообще-то, это давать на самостоятельное изучение бесполезно. Если есть время, я разбираю элемент якоби по источникам тока, более сложное, если только сам ученик попросит. В коррозии металлов буквально укладываюсь в два пункта. Химическое и электрохимическое. Соответственно, с химической всё совсем просто, с электрохимической водородное и кислородное. Всё. Такс. Далее. Далее у нас органическая химия. Теоретические основы органической химии. Что лично я даю в самом начале обучения? Теория химического строения. Понятие гибридизации. Плюс особенности геометрии молекул. Дальше. Дальше. Изомерие. Тут отдельно хочется отместить изомерие геометрическую. Нормальных программ для рисования и рассматривания трёхмерных моделей молекул я не нашёл. Вернее, нашёл, но за какие-то бешеные деньги. Поэтому я просто за 3000 заказал набор для шаростержневых моделей. Просто ручками собираю и показываю на камеру. Дальше. Взаимное влияние атомов в молекуле и механизмы химических реакций в органической химии. Вроде как без этого никак нельзя. То есть, вы перед изучением уже классов вот эти вопросы все рассматриваете. Да, а потом, когда берём конкретный класс, разбираем, допустим, геометрию молекул данного класса. Исходя из того, в каком гибридном состоянии находится атом углерода в этих соединениях. Разбираем, какие виды изомерии встречаются. Тоже с примерами. Ну и, соответственно, наиболее характерные химические реакции. Опять-таки, с повторением механизмов. Но, как показывает мой опыт, если запомнить, что с чем реагируют ученики ещё могут, то вот с механизмами проблема. По крайней мере, понимают единицы, остальные благополучно забывают. Вот вам какие встречались механизмы, кроме того, что это реакция замещения радикальной, присоединения ионной, какие-то ещё где-то встречались? Замещение электрофильное по бензольному колечку. Ну, это да, это действительно три таких часто встречающихся вопросов в ЕГЭ. Ну, кстати, я всё пытаюсь провести взаимосвязь между строением молекулы, между распределением электронной плотности в молекуле и наиболее характерными типами реакций. То есть, допустим, есть молекуле спирта, атом углерода с частично положительным зарядом при гидроксогруппе, поэтому для спиртов наиболее характерная реакция нуклеофильного замещения. Но, к сожалению, ученики этого не понимают. Ученикам проще запомнить, что с чем реагируют. Как добиться понимания, к сожалению, я не знаю. Так что хотелось бы послушать ваш опыт. Как вы преподаете эти темы. Может быть, не стоит их вообще выносить отдельно, а разбирать по ходу. Ну, вот я всё-таки по ходу делаю. Я по ходу. Да, и, наверное, вот эти три назвали, и я уже дальше не углубляюсь, потому что понимаю, что, ну, как бы уровень этот берут только те. Вот у меня одна ученица была, сейчас 11 класс закончила. Она олимпиадница была. Поэтому, конечно, мы пытались, влазили в механизмы везде, где только можно. То, что могла она постичь, что называется, всё остальное, наверное, всё-таки, вот, наверное, предельные углеводороды, да, непредельные алкены, механизмы и эти ароматические углеводороды. Также и я только механизмы, когда рассматриваю, единственное, что вначале, да, реакции завещения и присоединения, а уже в глубину, уже тогда на каждом уроке, когда рассматриваем отдельно органические вещества. Да, скорее всего, наверное, да, типы, да, химических реакций органических вещества, а потом уже механизмы по ходу, да, Версу? Да, 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 да. И вот взаимное влияние атомов в молекуле. Я даже, как бы, когда было и раньше время, это на уроках, я этот вопрос только, ну, так скажем, самый простой вариант, когда предельный углеводород там с галогеном. И говорила о том, что в каждом классе, да, мы будем встречаться с этими серьёзными вопросами. И когда органика подходила к концу, целый урок мы посвящали вот этим вопросам для того, чтобы, ну, как раньше мы говорили об общении, да, вопросах, и пошли везде, где встречались, мы это вот в кучу собирали, потому что кислотные свойства сравниваем, да, какие-то ещё там раньше встречались и сейчас, поэтому вот, скорее всего, тоже очень коротко, потом потемно, а потом, если ребёнок вижу, что уровень берёт соответствующий, я тогда как бы посвящаю время, хотя бы минут 30 для того, чтобы в кучечку эту собрать. На уроках иногда на это время, конечно, не хватает, если это урок такой с классом, а на репетиторстве, да. Ну, Вера Васильевна, сейчас, положим, и с классом-то трудно, наверное, если только профильные классы, ведь, да, если это химико-биологический профиль, вот у нас такого нет, поэтому я в механизмы на уроках даже давно уже не залазила, потому что практически и нет. Или если что-то кратко давала, звёздочку на полях ставила, сказала, это тем, кто будет сдавать экзамены. Да и у меня также точно, у меня физико-математические классы, поэтому химия там на самом низком уровне должна преподаваться. Даже требуется так, чтобы она преподавалась. И даже те, кто сдаёт экзамен, не все этот уровень берут. Поэтому единицам даёшь те, кто действительно способен это понять и осмыслить, и потом применить, соответственно, где-то. Так, ну, понятно. Нет, конечно, просто интересно было послушать, как и что. Но мне более симпатична у Михаила Александровича тем, ну, порядок. Я тоже вначале даё, я это называю навигатором в органической химии. То есть, таблица по типам химических реакций, первая, прямо вот, прямо на обложке, в тетради, типа химических реакций, там много, не только соединений, присоединений, замещения, окисления, отщепления, изомеризация, ну и так далее. Да, да, да. Ну, нет, ну, алканы, конечно, до 10, это как минимум, да. Остальные по 2-3 примера. И потом таблица же по типам содержащим. То есть, общие формулы и по 2-3 примера по каждому. Чтобы они, ну, часто уже в самом начале встречаются там разные примеры, кто оттуда. И вы должны знать, какой это класс, как его назвать, это вещество и так далее. И это неплохой результат дает. То есть, потом они в школе и вообще как-то так увереннее себя чувствуют. А механизмы, конечно. Вот метан проходим, да, тут свободно-радикальный механизм по Семенову, все расписываем, все. Это по метану. Ну и так далее. В общем, извините, я не хотела, я хочу послушать. Там, как сказать, мы, собственно, и собрались, чтобы друг другу послушать, кто как преподает. Вот, вы понимаете, вот, например, у меня тоже, вот, у меня тоже таблица есть реакции полиметизации и все, вот. Полиэтилен, полипропилен, там, флор, винил, полистирол, там, и так далее. И каучук обязательно, синтетический, натуральный. Потом поликонденсация, феноформальдегидная, нейлон, там, и так далее. Ну, и так далее, пожалуй, все. То есть, вот табличку даю, и все, и они, но уже в конце темы непредельные. А второе, вот, что мне, вы сказали, вот, химия без практики. Одного моего ученика, учительница, повела на химфакт. И они там провели некоторые качественные реакции. И он увидел, что аргентумбром не желтоватый осадок, как я давала, и как в книге пишется. А он, да, он белый. Он белый, но в лучшем случае кремовый. И все, не перейдите. Я говорю, ну, все равно ты должен знать, что это, отметить, что это желтоватый цвет. Кремовый. В тестах пишут кремовый. Ну, 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 да, бывает. Вот я сама потом заметила, что и бывает, но иногда, обычно, чаще всего желтоватый пишут. Вот, ну, вот я говорю, ну, посмотри, у химические, у качественные реакции. Лучше бы ты их не смотрел. Ну, это, извините, все. Давайте продолжать. Да нет, все нормально. Да, есть такой момент. Это мое любимое присловие, особенно на биологии. Вот на самом деле оно вот так, для теста ты учи по-другому. Про тот же самый аргентумбром я говорю, что в тестах ты пиши кремовый. А на практике, если ты этого не делал, ты аргентумбром от аргентумхлор не отличишь. Нет, ну, там все-таки творожистый, а тут не... Я говорю, если практики не было, то не отличишь. Ну, еще зависит от того, какие тесты. Можно встретить и кремовый, и можно встретить желтоватый. Поэтому я говорю ребятам все время так. Вот увидишь такой, но имей в виду, что можешь встретить и такой, и такой. Поэтому ты должен знать, что в одной литературе может быть написано кремовый, в другой литературе может быть написано бледно-ролки. Прямо в скобочках я отмечаю презентацию. Сразу объясняю с биологической точки зрения. Свет видит, цветность видит каждый по-разному. Вот один написал так, другой написал так. Кто-нибудь уже видел полный вариант новый? В 2017-го года. К сожалению, нет. Да, я читал... Какие-то примеры, которые дают, вот я тоже читала, как и вы, этот анализ прошлого года. И здесь они как бы дают несколько примеров 2017-го года. Как то же самое. Нет, вы знаете, сейчас я хожу на курсы, вот послали на курс повышения квалификации с 24-го августа в управлении образования. И там сказали, что пока то, что вы видите 2017-го года, пока на это не обращайте внимания. Ещё неизвестно, что будет в 2017-м году. В октябре где-то будет известно. У меня примерно такая же информация, то, что в июле проскользнула такая вещь, что со следующего года убирают из химии, физики, биологии вопросы, требующие одного варианта ответа из четырёх. За счёт увеличения вопросов с несколькими вариантами ответа и на соответствие. Но пока это ещё окончательно не решено. Решится это 27-го августа, а 4-го сентября должны появиться демонстрационные варианты тестов. Так что пока не дергаемся, учим по-старому. А как уже будет демонстрационный вариант, вот там уже придётся делать выводы. Ну и не факт, что демонстрационный вариант – это ещё будет то, что будет в 2017-м году. Тоже верно. Могут изменяться. Так что... Ну, 4-го сентября они ещё не решат все вопросы, которые хотят решить. Юра Селина, какой они определяют? Крайний срок, когда они обязаны? Крайний срок октябрь. Октябрь, да? Это да, вот в Академии управления образования, там как раз ведёт у нас сейчас курсы женщина, которая и вот этот вот ведёт учитель года и занимается тестами. Она сказала, что пока только до октября месяца нужно ждать. Тем более с новым министром образования, что она ещё решит. Или не решит. Или, может быть, не решит. Ну, решит или не решит, будет известно, аж в октябре. Поэтому даже на этом не зацикливаемся. Вот те, что демонстрационные варианты получим. Это уже вот из первых рук, потому что приходится сейчас ездить постоянно и узнавать всё это. Кажется, понятно, что надо себе учить программу, проходить программу. А уж как тебе зададут вопрос с одним ответом, с четырьмя ответами. Какая разница? Да вот как бы всё соответствовало ЕГЭ всей программе. Было в характере. Ну, Екатерина Ивановна правильно говорит, и я всё время говорю. Я говорю, если теорию знаешь уверенно, как тебе сформулируют вопросы, это уже не так страшно. Правильно. Если ты не знаешь, как не формулируй, всё бесполезно. А что из теории? Хорошо. Выучим костяк. Ну, вот, допустим, сейчас даже Михаил Александрович говорит вопросы. О нуклеофильном, электрофильном замещении они в школьном курсе совсем не рассматриваются. Совсем сейчас они выброшены. А в ЕГЭ такие вопросы, они не просто могут, они уже были. Вот именно, они были. Ну, а если просто программу. Дело в том, что если бы вот эта программа была обозначена, и было бы сказано, вот то-то, то-то, то-то было бы легко. А то мы порой как кот мешки, кота мешки изучаем. Самое главное, что мы знаем. Вырослили только наш опыт и интуиция, приходится её включать. Да, да. Это так. Уже, вот как Михаил Александрович, вы говорите, встречали, значит лучше дать. Мне реально попадался вопрос про механизмы реакции. Так что, поэтому я и даю. У меня были, конечно, в своё время сомнения, нужно ли эти темы давать, при том, что большинство учеников их не воспринимает. Оказывается, нужно. Потому что они в ЕГЭ есть, их обязательно спросить. Да, и мне попадались, поэтому я и давать стала. Раньше, вот года два назад, я даже не обращала на это внимание. Ну, а потом столкнулся с этим. И пришлось включить. Я тоже. Я прямо, вот первое, в теории Бутлера, у меня как бы первое положение, это углерод четырёх валентин, какие цепи даёт. Второе, ну всё, ну тут немножко про изомерию, а после полностью весь вопрос. А, кстати, вы динамическую изомерию даёте? Не даю, хотя нет, про таутомерию рассказываю кратенько, когда, допустим, идёт реакция Кучерова по ходу объяснения. То есть, я говорю, что вот енолы, они неустойчивы, они самопроизвольно изомеризуются в карбонильные соединениях, это называется таутомерия, динамическое изомерие. Но вроде бы в ЕГЭ я ещё пока не встречал. Ну, с другой стороны же, здесь же глюкоза, глюкоза, ревоза, это всё, а там же, тем больше, на этом мире, то есть, динамическое изомерие. Поэтому я всё-таки даю и структурную, и пространственную, и динамическую. Ну, вот глюкозу с этого года пришлось давать. Раньше, насколько я помню, был ровно один вопрос по биохимии, а сейчас вроде стало побольше. Альфа-аномер, бета-аномер, как они будут знать, если они не знают эту изомерию? Это, да. И, а в этом самое, это второе положение по изомерии, третье, это взаимное влияние. И вот тут вот прямо разбираем. Заместители первого рода, то есть, нуклеофильные, электронодоноры, заместители второго рода, электронноарцепторы, их примеры, и как они действуют. И тут же примеры у фенола, замещение, там, например, идут в положение 2,4,6, объясняем всё это взаимное влияние. Бензол и бензойная кислота. Да, то есть, когда у тебя стоит заместитель второго рода. Потому что вот в этих же 30 какой, 8, да? 38 вопрос был. Всё, талол окислили в бензойную кислоту, потом подействовали в азотную кислоту. Всё, надо же знать, хоть хотя бы в программе у нас нет бензойной кислоты. Однако же, поэтому я уже в теории Бутлерово. Вот в самом начале всё стараюсь это давать. Ладно, я опять влезла, извините. Нет, всё нормально. У нас вебинар именно такой формат и подразумевает. Так, это значит, и то есть к 4 сентября, да? А смотреть на ФИПИ, да? Да, на ФИПИ. Первый сентябрь где будет? Али что 4 сентября? Пока на ФИПИ, ну, кто его знает, где они. Они ещё сайт, вот есть специальный ЕГЭ. Ну, нам сказали на сайте управления образования, вот там, где мы, Академия социального управления, там мы будем смотреть. Там был в первую очередь. А, ну, ФИПИ, скорее всего. Я страшно прошу прощения, ведь сейчас не очень хорошо себя чувствую. Отойду минут на 10. Следующий вопрос у нас, это новые темы, амины, аминокислоты, ну, и заодно углеводожиры. Вот, пока я отсутствую, пожалуйста. Нам, постойте, и у меня, у меня там холодильник. Давайте. Соседи это уже зависит. Давайте тогда небольшой перерыв, минут 10, потом продолжим. 13.15? А сейчас что? Да. 13.15, значит, да? Наверное. Михаил Александрович, новый звонок сделаете, да? Я предлагаю скайп не бросать, а потом просто продолжим. Все, все, хорошо. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Что вы имеете ввиду, что можно назвать хлористый метил, а можно сказать хлорметан? Так? Оик, амин, 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 амин. Случай немножечко посерьезнее. Метиламин или аминаметан. По рациональной номенклатуре это будет dimethyl etil, амин. А по ИЮПАК это будет НН-диметиламиноэтан. Вторичные амино-0 так редко встречаются. Встречаются, встречаются. Вот, конечно, в ЕГЭ не попадалось, но на тот случай, если попадётся. Почему тут эта вот самая буковка Н, она всех страшно смущает? Первый раз вообще слышу, да. Ну-ну, будем знать. Ну это, как сказать? Обычно, вот, например, в гетероциклах, вот там, да, то ли метил у тебя стоит к углероду присоединён, то ли к азоту. А в гетероциклах там проще, там нумерация же идёт. Н-метил, Н-метил, говоришь, обязательно. Ну, в принципе, так оно и есть. В азот, содержащей органики, если боковой радикал присоединяется к азоту, обязательно пишется буковка Н. То есть, вот это, ну, как показывает практика, этого и студенты почему-то боятся этой буковки Н, и ученики боятся, а я боюсь, что оно попадётся в тестах. То есть, здесь всё элементарно. У нас старшая группа какая? Аминогруппа. Метильные радикалы присоединяются к аминогруппе. Значит, НН-диметил, амино, где самая длинная цепь? Вот она, этан. Ну, естественно, рассказываю про первичные, вторичные, третичные амины. Четвертичных я вроде бы в ЕГЭ пока не встречал. Дальше. А возможно? Четвертичные? А соли? Ну, соли – это же не четвертичные амины, это соль. В том-то и дело, что четвертичные амины бывают в виде солей. Азот бывает трехвалентным, я так даю. Азот бывает трехвалентным и четырех. Вот на примере аммиак плюс катион водорода и метиламин плюс катион водорода. Вот, посмотрите, даём электронную формулу, даём структурную формулу. Четвертичные амины есть. Когда азот протонируется при реакции с кислотой, этот самый протон может заместиться на алкильный радикал или на что-нибудь ещё, что обычно реагирует по аминогруппе. То есть, допустим, следующая стадия – это галогенпроизводная, и мы получаем четвертичный амин. Такие есть. Другое дело, что там, тут азот… Галоген алкана вы имеете в виду? Ну да, реакция Гоффмана. Да, галоген алкан. Связь полярная, смещена к хлору, и азот своей свободной парой может туда стать. А если у него нет свободной пары, как он туда станет? Это я… Извините, я посмотрю, при чём внимание. Есть такое, когда азот из-за мячного переходит в аммоний, но у него появляется лишний атом водорода. И этот атом, как любой атом водорода в амине, может заместиться на алкильную или оцильную группу. Ну, правда, четвертичных аминов я в ЕГЭ не видел. Точно так же, как оксидов аминов. Тоже не видел. Но это очень иначе, что их нет. Ну, далее. Способы получения аминов. Ну, я обычно даю следующее. Восстановление нитропроизводных как способ получения первичных аминов. Реакция Гоффмана со спиртами и галогенолканами. Говорю, что данную реакцию практически невозможно остановить на стадии первичного амина. Поэтому по ней в основном получают амины вторичные и третичные. Талакс. Я на всякий случай еще для сильных учеников все-таки восстановление нитрилов даю, потому что где-то в цепочке превращений у вас не встречалось. То есть, нитрилы подаются. То есть, по-хорошему их тоже надо разбирать. Именно подались уже. Да, где-то мелькало, поэтому я вот стала тоже обращать на это внимание. Но не всем даю, конечно. Это только те, кто хорошо занимается и понимает. Просто нитрилы тогда надо будет давать как отдельная тема. Это отдельный класс органических соединений. Отдельно вопросов по нитрилам мне не попадалось. Ну, просто показываем, что вот такое соединение там, где есть углерод-тройная связь с азотом, и вот в связи, да, с цепочками вот где-то вот так вот вылезло, и поэтому для самых сильных детей мы останавливаемся на этом, что вот на всякий случай вот такая реакция здесь тоже же идет присоединение как-то. Ну, да, там присоединение. Другое дело, что если уж говоришь про нитрилы, надо рассказать про их номенклатуру, про их способы получения, откуда они берутся, тем более если не в цепочках есть. Ну, да, минокислоты еще дойдем. И третье – это, как всегда, химические свойства. Ну, во-первых, конечно же, основные свойства. Это чаще всего попадается в ЕГЭ. Алькилирование, ацелирование. Реакция с азотой кислотой. Вы ее даете отдельно, не там, где с кислотами. Отдельно, потому что там идет не образование, не протонирование. Амино. Там идет образование совсем других веществ. Ну, да. Поэтому я говорю, вот все кислоты реагируют так, присоединяется к катиону водорода, а вот с азотистой аминогруппа заменяется на уазбруку. То есть, я их рядом ставлю. А потом уже тогда с галогеналканами и так далее. Это мы просто не так делаем. Ну, вот. Ну, ну, вы после алькилирования. Это как качественная реакция. Первичная, вторичная, третичная амина. С первичными выделяется газ, со вторичными получается желтое окрашивание. Ну, с третичными она, конечно, тоже реагирует за счет образования четвертичного амина и последующего образования нейтроза амина четвертичного. Ну, я обычно говорю, что с третичными аминами реакция с азотистой кислотой не идет. Мы обычно с метиламин разбираем, поэтому я только именно был метиламин, стал метиловый спирт. А дальше не идем. Раньше, да. Просто сейчас же качественные реакции дают. У меня есть опасения, что могут дать и реакцию на распознание первичных, вторичных, третичных аминов. Ну, пока, на мой взгляд, встречалось только с азотистой кислотой, это как первичные амины. Да, и в цепочках превращений тоже было. Ну, и реакция окисления. Тут я говорю немножко, что амины замечательно окисляются, самопроизвольно причем на воздухе, при этом получается куча самых разных продуктов, поэтому уравнение не пишу. Здесь же рассказываю немножко про анилин. О горении. А, горение, да, вы правы, надо тоже сейчас говорить, потому что стало вцепять много заданий именно на азотсодержащую органику. Ну, про горение я обычно рассказываю в теме алканы, что до чего сгорает, какие элементы. Ну, наверно... А горит, так и здесь, только всё было до СО2, а здесь ещё появляется азот. Кислород к углероду присоединяется, к водороду при, а вот к азоту нет. К тому N2. Кстати, такой вопрос. Сам вот, к сожалению, не смотрел, не искал. А как нитросоединения горят? Там тоже получается азот, или там всё-таки получается оксида азота? Я не знаю. У нас нет нитросоединения темы. Понятно. Ну, будем нитру, трон одно, второе, и всё ещё там будем думать про нитросоединения. Это не в институте, а у тебя будет очень. Ну да. Ещё вот Михаил Александрович, это, господи, значит, здесь ещё попадается, и это, в тренировочных попадалось взаимодействие с солями нерастворимых оснований, когда новые нерастворимые основания образуются. Амин плюс, допустим, фэрум, хлор-3 алюминий, хлор-3 цинк, хлор-2 попадалось. Ага, ладно, значит, надо, ну, этот, наверное, тоже в основные свойства. То, что как аммиак может осадить, допустим, железо или медь из раствора их солей, также и органические амины, по крайней мере, те, которые растворимы в воде. Ну, а как вы это разбираете, что вот эти соли подвергаются в воде гидролизу, да? И по существу мы имеем аш-клор и цинк, аш-дважды. Я рассказываю по-другому, что в воде амин реагирует с водой, получаются гидроксиды неоны, которые обуславливают основные свойства. Я даю в пределах теории Арениуса, что в водной среде получается у аш-группа, а она даёт основные свойства. Неводные растворы, к счастью, в ЕГЭ не впадаются. точно так же, как теория Брэнстеда Лоури к величайшему облегчению. Хотя в ДВИ, МГУ, я видел вопросы и на теорию Брэнстеда Лоури, и на расчёты ПАЖ. Так что, если кто-то из вас думает расширить свой профиль, готовить к ДВИ, имейте в виду. Ой, Михаил Александрович, лучше не напоминайте. Я готовила девочку к ДВИ, в МГУ поступила она, она сейчас на второй курс перешла. Там встречается всё абсолютно. Вот то, что вы перечислили, ядерные реакции на обязательном порядке и так далее. Все законы гермодинамики. Кроме ДВИ, они сдают ещё экзамен, да? Да, да, да. Там внутренний экзамен. Ну, в лучших традициях того, что у нас было до ЕГЭ. Как Пётр Валентинович Мирнов рассказывал, у нас в Ленинградском государственном университете до введения ЕГЭ на химфаке на уступительных экзаменах давали такие задачи, что профессор из другого вуза их не мог решить. То есть, единственный способ поступить на химфак ленинградского государственного это было заниматься с преподавателями оттуда. Эту мать ЕГЭ перебил. Плюс МГУ, плюс, вот, плюс какой у них. Дело в том, что у них задания повторяются. И если возьмёшь, прорешаешь все задания с 2008 по 2015, а они их выкладывают на своём сайте. Ну, это они молодцы делают. Да, да, да. На 95% то, что эти задания попадутся. Ну, пусть 5% там новое какое-то задание включит, которое они разобрали. Но подготовиться можно. Понятно. Хотя меня немножечко удивляет сам факт того, что, допустим, со школьников требуют теорию Бронстада Лоури. Ну, да ладно. Они МГУ и им можно. Клазименцам разрешается себя вести неприлично. Как в этом историческом, скажем так, в исторической были. Ну, по аминам примерно вот так. Дальше. Меня очень поразил тот факт, что в часть А попали аминокислоты. Правда, по ним в этом же году даже в этой последней сороковой номер был гипертик. Да. Что аминокислоты нужны? Да. Что я даю по ним? Ну, естественно, номенклатура. Тут вы даёте 20 аминокислот или только те, как из тех, которые входят в белки, я даю глицин, аланин, аспарагиновая кислота, аспарагин, глутаминовая кислота, глутамин. Ну, по-моему, всё. Нет, это вы дали так, моноаминокислот и монокарбоновую, диэкарбоновую дали, а ещё ж надо диаминокислот, то есть лизин. Ну, да, лизин, ну, аргинин давать не буду. Нет, лизин уже достаточно. Ну, да. То есть в воде какая среда, чтобы показать, когда кислое, когда нейтральное, когда щелочное. Кстати, вот насчёт лизина очень хороший будет пример с декарбоксилированием. То, что при декарбоксилировании лизин превращается в труппный ядкодаверин. Спасибо за такой совет. По номенклатуре естественно даю номенклатуру июпаковскую, без неё никак, но говорю, что для аминокислот так уж исторически сложилось, применяется номенклатура рациональная и даже тривиальная. Почему? Объясняю. На примере тех же пептидов, когда там только тривиальные. Да. То, что грицы, ла-анил, маспарагин, последнее полное название. То есть, из-за того, что надо пептиды, нужна тривиальная номенклатура. А рациональная женевская в кислотах выучили. Альфа, бета попадаются. Альфа, бета, аланин. Хотя бы это надо дать. Так. По крайней мере, я это даю. Что вот есть альфа-аминокислоты, из которых стоят белки, есть бета-аминокислоты, есть гамма-аминокислоты, как пример, гамма-аминомасляная, как нейромедиатор тормозной. И, скажем так, дельта-эпсилоны последующие. Тут я уже привожу пример эпсилон-аминокапроновую кислоту. Вот к вопросу о полимерах. Да, к вопросу о полимерах. Дальше. Способы получения. Но тут особо много не придумаешь. Гидролиз белков для альфа-аминокислот. Синтез из... Как выдаёте формулу белка? Самую коротенькую или... Просто говорю, что гидролиз белков. А, не пишете реакцию? Нет, не пишу. Просто говорю, что белки в кислой среде гидролизуются до альфа-аминокислот. То есть, для них это один из способов получения. Особенно в пищевых целях, скажем так. Второй способ это замещение галогена на аминогруппу. Так. А в продуктах пишете H-хлор или NH4-хлор? Ну, вообще-то пишу H-хлор, но по-хорошему да. Надо писать наш 4-хлор, действительно. Ну и, пожалуй, всё. Насколько я знаю, других способов получения в ЕГЭ и нет. хотя бы вот насчёт промышленного получения ЭПСИЛОН аминокапроновой кислоты можно тоже отдельно указать, раз она имеет значение в производстве волокон. Гетероциклы вы даёте? Гетероциклы не даю. Ни разу не впадались и есть у меня подозрение, что большинство учеников их просто не осилит. Я вообще с ужасом жду того момента, когда в ЕГЭ введу гетероциклы. Ну, не так уж содержащие, но то же самое. Ну, это нам ничего страшного, ученики, боюсь, не осилят. Введу в основном Мега-институт поступает уже на первом курсе сначала общая химия, потом химия биогенных элементов, потом органика и именно гетероциклы. Ну, естественно, потому что там куча препаратов являются гетероциклами. Да, бензол ароматические соединения. И вот там уже, что ароматические бывают карбоциклические, бензол, нафталин, антрацин и гетероциклические, пятичлены, шестичлены, конденсированные, вот это, что ароматические это не только бензол. И уже сразу они познакомились с гетероциклами. Ну, вообще, что касается ароматичности, я ароматичность рассказываю отдельно как явление в органической химии, а потом ароматичность на примере бензола, в чём она проявляется. Если бы, допустим, надо было давать гетероциклы, я бы что сказал, что они делятся по гетероатому, они делятся по количеству атомов в цикле, они делятся на ароматические и неароматические. Соответственно, если видите, что гетероцикл ароматический, тут даже думать нечего, многие свойства с бензолом повторяются. Ну, и, естественно, будь у нас тема гетероцикл, я бы давал пуриновые, пирамидиновые гетероциклы и ДНК. К счастью, пока я ещё ни разу в ЕГЭ не видел вопросов по гетероциклам. Ну а дальше химические свойства аминокислот. Прежде всего говорю про то, что аминокислоты управляют амфотерные свойства. То, что у них есть кармоксильная группа, которая даёт кислотные свойства, у них есть аминокруппы, которые даёт основные свойства, поэтому они могут реагировать как с кислотами, так и с щелочами. Про цвитер-ионы, про их выведение в раствор я не говорю, потому что в ЕГЭ этого пока не видел. Так. И чаще всего, по моим наблюдениям, в ЕГЭ попадаются именно ароматические, ой, амфотерные свойства аминокислот. Дальше. Дальше говорю про отношение к нагреванию. То, что первичные декарбоксилируются, вторичные дезаминируются, альфа декарбоксилируются, бета дезаминируются, гамма и последующие образуют циклические локтаны. Вот тут как раз можно привести пример эпсилон-капролоктан, из которого затем полимеризации получают капрон. Ну и третье, что я рассказываю, это образование пептидных связей. А, виноват. Виноват. Еще вот отношение к нагреванию. Даю свойства по аминогруппе. То бишь, это алкилирование, ацелирование. Взаимодействие с зоочистой кислотой. Это я видел такие реакции. С зоочистой кислотой, в смысле. Алкилирования, ацелирование пока нет. И тут же нингидриновая реакция. Естественно, без формул. Просто, что такая есть. И это реакция, качественная реакция вообще на все амины и на альфа-аминокислоты в частности. Потому что только с альфа-аминокислотами нингидрин дает углекислый газ. Дальше. Свойства по карбоксильной группе. Прежде всего, конечно же, образование сложных эфиров. И такое тоже в С5-то уже было. по-моему, эфир аланина с пропиловым спиртом. Дальше отношение к нагреванию. И образование пептидов. Тут же даю качественные реакции на пептиды. биоретовая реакция. Как-то ну вот так вот по аминокислотам. Исходя из того, что мне попадалось в тестах. А вы, как обычно, эту тему преподаете? Татьяна Анатольевна, вы что можете добавить по преподаванию данной темы? Вера Васильевна. Да, так же точно, Михаил Александрович. Сначала амфатерность рассматриваю, а потом специфические свойства. Так же точно. нового ничего добавить не могу. Все вот эти реакции, что вы написали, я так же их рассматриваю, как и вы. Понятненько. Ну, значит, что-то еще придет. Вот, пожалуй, тут разговаривала, оказывается, звук был выключен. Я говорю, немножко поменьше. Теперь, в принципе, вот пометила себе, что еще. Я чуть-чуть поменьше, конечно, давала. Ниткидринную реакцию я не давала. Я просто, исходя из того, что сейчас дают качественные реакции, а значит, теоретически могут дать и ее. Чтобы хотя бы знали, что такая есть. Естественно, я ее сам даже на память не нарисую. Так-то я помню, что нингедрин из хиноидной формы переходит в фенольную. И при этом происходит образование окрашенных комплексов. Да, меняет окраску сам. И при этом еще у альфа-минокислот происходит декробокселирование. Это, пожалуй, все, что я про нее сам помню. Ну, скажем так, когда готовлю к ЕГЭ, я исхожу из предположения, что хуже быть может. Если пошла модно качественные реакции, значит, нужно давать качественные реакции на все группы органических веществ. Дальше. Жиры. Жиры я обычно рассматриваю одновременно с карбоновыми кислотами и сложными эфирами. Говорю, что у жиров такие же точно свойства, как у А, во-первых, что жиры делятся на животные жиры и масла. Животные жиры все в ЖК предельные, у масел есть непредельные. По этой самой причине масла проявляют реакции, характерные для непредельных соединений. Например, при соединении йода. Рассказываю про йодное число. Про йодное число мне вопросы в ЕГЭ попадались. Дальше. Некоторые масла, так называемые высыхающие масла, могут полимеризоваться. Ну, рассказываю про льняное масло, про олифу. Ну, и затем говорю, что у жиров в принципе те же самые свойства, что у сложных эфиров. А их у сложных эфиров в тестах наблюдается ровно два. Вернее, даже три. Кислотный гидролиз, щелочной гидролиз или омыление. Тут, кстати, вопрос о производстве мыла. И еще, что мне попалось в прошлом году, это восстановление сложных эфиров. В этом вопросе меня немало удивила ошибка. То, что восстановление ведется водородом, а не литий-алюминей гидридом. Но, тем не менее, такая реакция есть, и ее нужно обязательно иметь в виду. Ну, собственно, про жиры мне не добавить больше нечего. А вот мне вопросы по-едному числу не попадались. Отметила себе, что нужно включить. Это я видел. Да. Вот как раз таки группа химической технологии химия и жизнь и одно число попадалось. Все, отмечаю, что нужно добавить. Ну, и углеводы. Номенклатура. Естественно, даю номенклатуру тривиальную. Особо продвинутым ученикам рассказываю про энантиомеры. Ой, я снова прошу прощения, снова мне надо учиться. Извините, пожалуйста. серо подняvem прошу прощения, безусловной схеме. остальные коллеги здесь здесь если на михаил александрович он настолько тактичный человек что если мы его будем держать два часа три часа он будет и два-три часа вести а сами прошлый раз мы два с половиной часа заседали да мне хватило времени если бы я промолчала так наверно он еще два с половиной часа вил занятия тогда если что дадим человеку возможность отдохнуть а то действительно он себя не очень хорошо чувствует просто по вопросам то он видимо по вопросам же идёт но если вдруг задерживаться будет допустим больше двух часов то тогда уж вот сейчас аминогислоты углеводы а потом у него получается качественной реакцией что с этим делать и решаем задачи да вот у него так в программе то было обозначено если вдруг не успеем можно будет приглашать как бы включить следующий где-то мы будем надеяться что нам времени хватит только на одни задачи время затратить способов там много решения задач кто предложит оптимальный да и все таки это последовательность да либо это постепенно либо основные типы а потом закрепляется подход же разный да 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 но головная будет задач тем более если рассмотреть школу в школе и в лицеях мы до них не доходим не хватает катастрофически этого времени не хватает если в профильном классе они тогда еще как-то знакомы с этими задачами но тоже видимо дают нас опыта на отработку не это времени-то нет и поэтому начинаешь вроде да имеют представление а как в ситуации вот на самом экзамене попадается чуть да в другой ситуации задачу узнать не могут чуть другая интерпретация но в этом году допустим сороковое задание по депетитам сделали и все и многие ребята не смогли решить хотя прекрасно и хорошо занимались и все и вдруг раз и я так удивилась думаю елки-палки а растерялись растерялись да какой-то чуть новенькая интерпретация где-то как-то и все и самое главное что обидно они выходят и потом говорит я вышла с экзамена и поняла как задачу это решить да и точно задание тридцать да я также включили амины и затем вот эти три фталевые и фталевые кислоты и они запутались и детки потом когда начали разбирать на уроке ингриду и это же так просто ну вы же знаете эти вещества знаем а они ожидали что они именно в задачи встретиться да и в тридцать девятый точно так же нюансик был определенный и растерялись да потом когда начинаешь говорит ой мы же такие делали я говорю конечно делали и все таки да хоть и 30 минут добавили а все равно не хватает время чтобы просто вот посидеть подумать все равно все голубым надо пиком делать да и потом пока они на базовом сидят уже но не хватает сил перегорают уже начисать тяжело тяжело все-таки уже голова не так работает к высокому уровню и когда попадается что-то такое незнакомое все они начинают и этого тоже хотел про задачи сказать что часть c если есть смысл готовить только самых-самых успевающих учеников потому что все остальные просто физически не успевают на экзамене их решать вот именно не хватает времени и но мы также конечно делаем не каждому даешь частицы какие-то задания это базовые отрабатываем в основном уж кто может взять этот конечно тогда ну да так я еще раз извиняюсь по номенклатуре сам продвинутым ученикам я рассказываю про энантиомеры про ряды китоз ряда альдоз всем остальным просто рисую формулой фишера для рибозы глюкозы фруктозы мальтозы галактозы вот дальше ну способов получения в общем то немного все они связаны с выделением их из живых организмов химические свойства прежде всего говорю что углеводы это альдегида или кетоспирты поэтому не сочетает свойства и спиртов и альдегидов кетонов далее учитывая как у нас в экзамене спрашиваются свойства альдегидов кетонов смысле большая часть хвост проезжает мимо я говорю что у раз есть альдегидная или кетогруппа а кетогруппа начинает себя вести как альдегидные заблизости гидроксилов то есть реакции окисления реакции восстановления все реакции нуклеофильного присоединения для альдегидов кетонов не даются поэтому для углеводов я их тоже не даю хотя с другой стороны образование а за зонов это качественные реакции на углеводы опять же с ужасом ожидаем момент когда это в экзамен введут не пугайте михаил александрович ну а что делать дальше вспоминаем свойства спиртов например то что углеводы образуют простые сложные эфиры а вот дальше начинается самое интересное я рассказываю про образование полуоцетальных форм альфа-бета форм замыкание цикла циклов ну а дальше добавляю что вот этот самый ацетальный гидроксил он гораздо активнее остальных гидроксилов поэтому например реакция образования простых сложных эфиров пойдет прежде всего по нему ну и дальше что за счет этого самого ацетального гидроксила моносахариды способны соединяться друг с другом дисахариды и полисахариды а вот еще что забыл то что углевод делится на восстанавливающие не восстанавливающие потому может реагирует ли они дают ли не серебряное зеркало и реакцию с ферлинговой жидкостью ну и соответственно говорил что все моносахариды восстанавливающие дисахариды туда-сюда полисахариды не восстанавливающие в общем то все верно логично и понятно ну что касается задач в общем то вы уже все сами правильно сказали есть смысл рассматривать только задачи из части 1 расчета по химическим уравнениям расчет на массовую долю и расчета по термохимическим уравнениям все все остальное только с учениками которые идут на большое количество баллов учениками которые понимают часть c потому что банально банально ребятишки не успевают но все-таки на вывод формул как-то даже средний ученик все-таки это берет если конечно сложнейшим вывод формул я обычно еще как-то да еще остальное уже 38 39 это явно даже не берусь с некоторыми близко тут еще специфика ученика вот у меня ученик был один который в базовой части но вот любил заниматься тем что вот знаете как что-то выискивать часть c писал всегда идеально а вот счастье бы постоянно ошибки так он убегая выполнил всю часть c в части б допустил 6 ошибок горе от ума у меня олимпиадница точно так же конечно понимала что это мешает лишние знания для ип так и случилось 10 баллов потеряла 90 баллов получила хорошо было это призером всесибирской олимпиады и ты при поступлении и 100 баллов засчитывали но обидно было потому что в принципе ребенок братов но она в простых вещах что-то выковыривала непонятно что вариант ума действий но вот вот я так и говорила игре ян так и получится игры так и получилось она всю часть c идеально сделала ни одного балла не потеряла в части c в части как раньше базовом да где-то что-то успела да не то что успела они все время стараются усложнить задание усложняя допускают ошибки как это так так просто не может быть такого это видимо какой-то подвох так и есть моя любимая присказка на самом деле но вот так но для игры очень по-другому но приходится так и говорить естественно в некоторых случаях конкретно особенно она начинает а вот там там игры все про это забыла для сдачи экзаменов ты только вот это помнишь так и получается к сожалению как сказать да ты действительно недостатка системы тестов потому что живой экзаменатор он бы оценил нестандартный подход к решению задач что там ученик видеть несколько глубже чем указано компьютеру все равно здесь не только компьютер здесь даже если рассматривать счастье высокую часть как мы ее привыкли называть если нестандартный подход то 0 баллов баллы полные не получишь ну может с ответом если сходится один балл дадут даже то они да и я даже на олимпиаде с этим сталкивалась у меня мальчик один второе место занял не дали первого потому что он задачу как раз на определение химические формулы решил своим методом было возмущение много толку никакого но мальчишка выучился доказал что он знает сейчас работает в медицине шага это доказать мы ничего не могли этого с этого типа решения нет в книге следовательно в данном случае в учебнике нет не имеешь права его использую нормально это 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 при том что я придумал свой способ решения c5 гораздо более простой смотрите но я я уже так не учу потому что мне объяснили на егэ все должно быть четко по бумажке вот мне еще ну эксперт по биологии знакомо рассказывал ну это правда не все конечно эксперты поступают а то конкретно у нас в ульяновской области то что в биологии допустим вопрос частицы и сказано приведите не менее трех вариантов ответа а там порой такие вопросы что можно не три варианта ответа провести а 33 и мы поэтому обычно смотрим не не на бумажку который с правильными ответами а то что насколько правильно ученик сам решит хотя большинство экспертов да вот ответа 1 ответ 3 бумажка сошелся а то что там один вариант ответа правильный но бумажки его нету все это ошибка в принципе вот получилось я сейчас не готова но вот помню что в одном из вариантов ученица написала что-то там было разложение чего-то и вот написали один вариант потом я все учебники перерыва и все и нашла что при разной температуре продукты как куда получаются они видимо у них в ответов только был единственный вариант что если продукты получается они могут цинку аж дважды и там да и калиу аж допустим вступают реакцию а разложение было в этой комплексной соли по-моему что-то гидрокса там что-то такое это и соответственно в принципе можно было вариант такой принять потому что в учебных и учебниках встречается что при температуре 90 градусов вот эти продукты при температуре 100 градусов вот эти продукты они только у них в ответов был видимо единственный вариант что раз есть цинку аж дважды калиу аж они обязательно дадут там что-то чего-то поэтому вот я сейчас уже подробности не помню но вот именно так и было хотя в принципе можно было и принять такой ответ тем более в официальных учебниках в принципе это приводится что они видимо как ответы есть какие варианты они не на шаг не отступают от тех критериев и это в ответах которые у них в инструкции есть наиболее то он если часть извините перебила часть с эту при подаче апелляции можно доказать если ты принесешь учебники покажешь докажешь что они все верно а если часть бы конечно или а и рассматривать кто там будет рассматривать кто какой апелляцию принимать но у нас еще видите неудобно нам ехать надо это в областной город 600 километров и не каждый может сняться с якори что называется и пойти там что-то доказывать поэтому апелляцию это пишут понятно что рассматривается ну вот в этот раз вот как россии так я не поняла может быть здесь вот один был добавили но вы знаете снова прошу прощения они взяли сделали так что не проверяется в этом году мы столкнулись с очень страшной вещью молодой человек мальчик смотрит берет свой скан скане отмечено вопрос ответ написал ответ правильно и неправильно потом рассмотреть что правильно в в его вот этой работе в которой отмеченная по боль на сколько баллов дали стоит ноль и все а у него правильный ответ а доказать невозможно что он там прочитал или еще что как там прочитал компьютер не дочитал он эту цифру которую он вывел но на скане они сканируют эти работы и вот таких вот два вопросика у мальчика по физике это было у мальчика было два он обратился к преподавателям они говорят нужно апелляцию подавать потому что у тебя правильные ответы два балла ты потерял а начальше эту которую проверяет проверяет компьютер апелляция не подается и вот куда идти как обращаться кому обращаться никого не сильно а теперь даже заявление но как бы это поменяли раньше была строчка надо указать с какими заданиями там ты не согласен теперь эти строчки вообще убрали и рассматривается все я вот обратила внимание я как заучь через меня идут разные апелляции по разным предметам и протокол апелляции прочитала и в двух или в трех случаях было отмечено что подать апелляцию в общем вот технические ошибки или что-то в этом роде я сейчас уже формулировку не помню но я поняла что найдены были ошибки именно там и была апелляция дальше подана федерально федеральный уровень для того чтобы снова это пересмотрели вот я в двух случаях это я встретила то есть уже подают и на базовый повышенный да видите они подают просто апелляцию рассматривается вся работа вот отлично я так поняла потому что там строчки нет какие задания нужно указать чем ты не согласен а теперь эти строчки изъяты ты просто пишешь апелляцию и я так поняла что рассматривается вся работа иначе как бы обнаружили что там технические ошибки нашли не пересмотрели я даже сейчас не соврать бы на 12 баллов где-то добавили да было это да вот написано что работу отправить или там эту апелляцию отправить дальше и вот что-то вот не то по истории не то по обществознанию вот я в этом году встретила такое вот сейчас себе отмечу спрошу может быть мальчика потом и отправили я не в курсе физика все-таки но узнаю и буду знать я даже об этом не знала я думала базовый повышенный вообще не проверяется буду узнавать это уже плюс потому что бывают вот эти ошибки причем много ошибок все новое новое совсем не успеваешь у вас тоже физико-математические лицеи да? да у нас физика математика информатика углубленные изучается ну не знаю как у вас но я работаю недавно 4 года всего в этом лицее и на педсовете прозвучала такая фраза нам не нужно чтобы вы давали химию и биологию на высоком уровне и заинтересовывали детей еще не хватало что в физико-математическом лицее и они полюбили физику в химии и биологии все с тем а они не спрашивают если кто-то полюбил они ко мне отдельно ходят и у меня так же точно на уроки я даю минимум потому что я знаю что всем это не надо а те кто заинтересован а те кто к олимпиадам готовятся где не работаю всегда находятся один-два ученика с которыми работаешь так что времени хватает ни на что потому что все это за счет своего личного времени за счет личного времени и никто это оплачивать не будет и еще за это еще и поругают все понятно Михаил Александрович наверное там это самочувствие это не важное а он отлучился да 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 он сказал прошу прощения я еще отлучусь все понятно пока мы с вами разговаривали но у нас единственное только в это как бы где-то в коллективном договоре или где-то отмечено если региональные есть призеры победителя там определенная сумма в течение года из стимулирующего фонда ежемесячно добавляется но добавляется но добавляется добавляется в этом году у меня тысячу добавляли в прошлом году у меня был ребенок победитель ну хоть это совсем же никак там же еще и у нас же коэффициент северный поэтому тысяча на нее 0,9 еще коэффициент в принципе почти две все таки ну хотя бы что-то у нас несколько человек у нас ребятишки хоть и физико-математические лица все равно и по истории по обществознанию и по русскому и по технологии по химии по биологии дети и на регионе отличаются и это у нас тоже по биологии мальчик первое место занял в олимпиаде областной но все равно как-то не этот не хвалят да потому что у нас на высоком уровне физико-математические лица и в этом году из 27 человек детей поступили 27 на бюджетку ну может быть они и правы потому что когда разбрасывается ребенок тут уже как бы это ну и уровень определенный держат прежде всего родители это ждут наверное это да результаты по физике по математике да хотя у нас все равно каждый год это несколько человек мне так всегда везет если я выпускаю сейчас все уже часы отдала у нас сократилась тут нагрузка и соответственно это всегда находились у меня самое большое количество детей было 18 сдавали химию но они не только на медицинские но вот и на химических специальностях тоже сейчас вот эта олимпиадница она не пошла в это не в медицину она пошла в санкт-петербургский технический университет что-то связано с техносферной безопасностью долго выбирала у нее потому что она и математик и физик и химик то есть у нее хорошая математическая подготовка а это же много значит в химии если математической подготовки нет там особых успехов и не это не добьешься ну да в этом плане так Михаил Александрович вернулся вам слово да я страшно прошу прощения по поводу апелляции что мне известно то что сейчас на них ходить ну не то что практически бесполезно но очень малый шанс что хоть сколько-нибудь отсудишь потому что сейчас уже приняли кучу всевозможных приказов по министерству не обсуждать сущность вопроса если там части С расхождения с ответом тоже ничего не принимается другое дело что остается вероятность технической ошибки как мне рассказывали знакомые вот в Ульяновске девочка получил по ЕГ-3 пошла на апелляцию ей говорят вот твоя работа вот за части А столько-то баллов часть Б столько-то баллов часть С столько-то баллов оценка 3 моя работа посмотрела и говорит это не моя часть С почерк не мой сразу начали искать сразу нашли ее часть С а там баллов больше и вместо тройки она получила четверку а как же вот так вот да удивительно у нас по всей видимости те кто сканировали потому что сканируются работы все после экзамена и где-то технический работник который на ПП обязательно прикреплен он где-то каким-то образом почему-то он такую ошибку сделал либо те кто собирают работу как вот они могли так перепутать не это непонятно ну вот представьте себе если девочка не пошла на апелляцию да а так доказать что-то это если только по части С если ты возьмешь учебник и в учебник пальцем ткнешь да 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 я вот за это только сейчас и говорила но дело в том что видите еще и к сожалению бывают разные пункты проведения экзамена где вообще идеальный порядок и все все выдерживается как положено а есть как попало все поэтому вот у меня ученица в этот раз в москве где-то в какую-то школу попала это перепутан был в аудитории у девочки там кот не совпал на ее листах и все же сидели ждали пока сходят принесут ей новый вариант и потом видимо то количество времени которое положено было они не прибавили они должны были начинать тогда когда закончен инструктаж и вот тут я ругалась с ней я говорю ну что же вы вам сколько лет вы почему свои права не отстаиваете ты же имела право сразу после экзамена если ты видишь что не было это времени столько отведено сколько положено ты должна была написать апелляцию не выходя из этой аудитории и все эти аргументы все прописать а вот чего я говорю ну вот так вот вы да теряются они теряются тут сами преподаватели теряются этот фактор но на этаже не было приходилось спускаться она спустилась а там очередь то есть там время потеряно тут время потеряно она вот эти дополнения дополнительно 30 минут и не получила практически да я с этим тоже столкнулась будучи организатором на одном экзамене коллега моя рядышком которая была со мною вышла в туалетную комнату и заняла ее на полчаса в результате этого детки полчаса стояли вы представьте себе полчаса в коридоре дежурные руками разводили не знали нам туда зайти если бы это был ребенок они бы зашли а это преподаватель и что делать и ждали и дети стояли в коридоре ждали и ждали она спокойненько вышла и пришла ко мне на урок ну вернее на на егэ кабинет спросить у нее что она делала полчаса там неудобно да может плохо человеку было плохо человеку но суть в том что дети полчаса потеряли ну да но в этом случае тоже почему один туалет но это все организации так считать остальные там вообще все идеально а в другом случае где-то как послушаешь что происходит уж ничего себе как можно вообще ну да я не такую историю читал что на порту блатному ученику просто поставили факс даже такое даже такое а в других школах там вообще шмон милиция все такое металлоискатели все как положено и не только металлоискатели металлоискатели минас организаторов в одной школе всех осматривали со всех сторон и разрешили зайти только с прозрачным пакетиком в котором лежит паспорт и ручка даже сумку никуда для нас не предоставили в этот помещение и когда они говорят мы и так вам идем навстречу и за пределами лицея выделили какую-то будку куда можно было бросить сумку вместе с сумками детей я говорю это мы вам создаем условия и идем вам навстречу а не вы нам вот такие вот условия порой в школах создают это вообще кошмар как в тюрьме представьте себе вот взрослые если дети в такие ситуации попадают конечно у нас в этом плане как бы все порядок и условия хорошие вот хорошо если так во всех школах условия я вот говорю в одних идеально и дадут тебе даже чай попить а в других вот такие создают условия вот у нас здесь 4 гимназия в ней такие условия как я их называю тюремные ну дальше идем да мы в общем то наверное уже все завершили а по задачкам не будем рассказывать а мы вроде бы уже обсудили все без меня я страшно извиняюсь что сегодня вот у меня такие проблемы страшно извиняюсь но если у вас какие то вопросы по задачам есть то задавайте вот допустим это на вывод формулы вы в какой момент начинаете эти задачи решать вывод формулы это когда идет органическая химия прям параллельно то есть решаем тесты допустим по алканам задачи на вывод формул алканов а тридцать девятый Михаил Александрович вот тридцать девятую задачку вот для даже сильным детям это обычно это обычно отдельно уже после того как основной материал пройден ну как натаскивание только натаскивание по-моему только натаскивание есть есть сборник Доронкина есть сборник Белявина по ним и решаем только так только к сожалению но единицы учеников могут научиться решать задачи самостоятельно пользуясь допустим тем же сборником Хомченко к сожалению но как вам сказать я в свое время работал в начальной школе я ввел правда не химию а английский язык меня убил тот факт что детей как детей учат уже в начальной школе на других предметах на русском математике все строго по шаблону все строго по образцу шаг лево шаг вправо это расстрел я на английском то я хоть как то думать заставлял им давалось трудом это а а а и вот этот ученик приходит 8 9 10 11 класс учит химию и по тому же самому принципу по шаблону по образцу шаг лево шаг вправо расстрел чуть задачка не соответствует шаблону все он теряется он не может ее решить что с этим делать тут как в анекдоте систему менять надо так что на нового министра образования я смотрю со смесью надежды и страха конечно она она сказала что вот ЕГЭ несовершен ЕГЭ будет реформироваться дети не должны тратить свободное время на подготовку к ЕГЭ но мне просто страшно во что это может вылиться потому что когда предыдущий раз говорили об увеличении оплаты труда учителей насколько я помню все свелось к тому что зарплату увеличили на 5 тысяч зато убрали многочисленные надбавки в результате учителя стали получать меньше да да это было и сейчас собираются опять повышать и выходит что я сразу сказала что и не надеетесь вот вот мне тоже так же кажется повысит базовую часть а коэффициенты всевозможные урежут да то же то же самое с ЕГЭ ну тут есть конечно боясь что ЕГЭ отменят вообще но больше вероятность что сделают еще хуже чем было хотя если верить тому же Петру Валентиновичу Смирнову круче нашего ЕГЭ только французский баг по смысле того насколько хорошо проверяются знания учеников ну да он писал да все все остальные говорят тесты в других странах они с нашим ЕГЭ рядом не стояли ну и тем не менее все равно вот вчера на занятии мы были и нам сказали статистику наши дети справляются со всеми вот этими вот тестовыми работами на мировом уровне на 25-30 процентов особенно вот Михаил Александрович те которые вот тесты на получение действительно на связь на связь с практикой применением нестандартных ситуациях а самый первый вуз это наш МГУ на не помню точно на 373 месте по-моему это да среди уузов это самый первый вуз так что хоть и крутой наш ЕГЭ он не дает большие знания наши ну я говорю тут все систему менять надо вот я не знаю когда это началось вам наверное виднее когда вместо того чтобы учить думать школа стала учить действовать по шаблону да но как как только ЕГЭ включили так и начали все это делать а теперь это включили и вы знаете что уже вот они в ГОСовские работы вышли по начальным классам которые идут по ГОСам уже то хоть в первом во втором третьем классе хоть немножко хоть некоторые учителя заставляли ребята думать а сейчас и это отойдет они действительно шаг лево шаг право расстрелы они будут только стандартно думать по тесту да страшно однако становится потому что эти детки подрастут и станут авиаконструкторами чьи самолеты падают архитекторами чьи дома рушатся еще хуже станут депутатами станут министрами которые принимают дурацкие решения ну вы не говорите Михаил Александрович ну правда не знаю там у нас одну женщину уже посадили за то что она вот вот высказывает свои собственные мнения мать-одиночку читали наверное в интернете ну да да этот мне кажется среди депутатов только такие сидят вполне может быть которые мыслят по шаблону вполне может быть и главное поражает ну как классик сказал простота хуже воровства как он медведев сказал ну это хоть стой хоть падай уже как анекдот ну что заканчивай да 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 наверное я еще раз извиняюсь что мне сегодня такие вот проблемы нормально отвести не смог всем спасибо за вебинар всем до свидания и вам спасибо и выздоровление спасибо да да тоже посоветовались как бы да утвердились в каком-то мнении поэтому спасибо до свидания до свидания коллеги до свидания Продолжение следует...